я снова всех вас приветствую сегодня в обзоре новинка из поднебесной автодом maxus t90 разберемся в этом видео как устроен автодом какой комфорт и планировка внутри и также узнаем о технологиях строительства какое оборудование установлено из чего все это сделано ну и конечно же узнаем важные характеристики базового автомобиля я приглашаю нас внутрь но скажу в двух словах что общая длина автодома 6 метров высота 290 и ширина стандартная 2.30 с копейками комфорт и планировка итак друзья мы внутри с вами как вы заметили спальное место основное находится над кабиной с помощью рулетки как вы давно просили с вами измеряем размеры здесь сто девяносто пять сто девяносто восемь приблизительно да если возьмем подушку ну это около сто девяносто восьми сантиметров но можно сказать два метра ну а ширина давайте возьмем до стеночки до до этой ну получается 120 но небольшая кровать для двух так скажем ну компактных людей должно хватить а если там дети спят то я думаю будет спать им очень комфортно гостиная здесь у нас едут два человека у них есть ими безопасности стол может регулироваться по высоте как я понял ну такой не электрический механический то есть вот хотите пониже пожалуйста вот так мне мне удобнее подстаканники столешница довольно таки легкая она здесь соответственно довольно таки правильного размера не больше не меньше чем это нужно к сожалению вот она только вниз вверх двигается вперед-назад она уже не регулирует хотя нет друзья мне кажется я недооцениваю китайских наших коллег все двигается вперед-назад то есть кто-то здесь если поплотнее сидит до хочет побольше места оставить себе то вот пожалуйста ему здесь будет удобно такое я вижу первый раз автоматический привод шторок она поднимается сама друзья соответственно если хочется шторку пожалуйста если хочется поднять тоже соответственно пожалуйста и можно разумеется анти москитную сеточку тоже поднять так и допустим чтобы не дышалось воздухом и никто не летел меня кусать спинку пассажиров регулируется да можно там настроить как удобно тянем за ремешок и спинка складывается вперед и мы получаем здесь второе спальное место значит я что беру я беру рулетку соответственно это же есть измеряю эту кроватку она получается здесь но если ноги как то скажем мы можем свесить до условно говоря ну 2-2 10 до условно может там матрасе какой-то добавить все что-то чтобы человек у человека ноги допустим уходили ближе к столу ну то есть большая двуспалка ну скажем там она скажем голове шире а здесь она это 110 115 сантиметров в самой широкой части и к ногам она поуже ну кто здесь ожидал друзьям что мы увидим с вами два на два метра где-нибудь все таки ну в китае компактные люди живут в основном и строят они для себя отдыхающие могут открыть окошко закрыть его на антимоскитную сетку все это также электрически настраивается в изголовье один ночничок розетка все это включается выключается пожалуйста отсюда кстати можно и весь общий свет включать то есть легли спать да все погасили не нужно никуда ходить кармашек для мелочей собственно здесь под матрасом давайте посмотрим что есть нас ничего тут нету просто обычная деревяшка складываем матрас в эту сторону и я вам показываю доступ в багажное отделение здесь есть некоторое оборудование вижу водоснабжение ну и там собственно два чемодана больших должно поместиться доступ есть и снаружи все это закрываем и спинку я тоже поднимаю вверх все довольно таки легко и быстро делается для хранения личных вещей пожалуйста подвесные ящики много они легкие ну то есть если говорить о технологиях строительства то есть они в принципе построены правильно не из дсп там не из ндф легкие фасады с красивой так скажем отделкой и фурнитурой какие-то вещи можно здесь повесить на крючке ну честно первый раз вижу спальни крючки вот такие подставка для проектора то есть легли полежать так скажем да не спится включили проектор перед этим раскрутили экран и смотрим свой любимый сериал или какую-нибудь там подписку поскольку едут нас четверо да то здесь для тех кто сидел в кабине если такая лавочка здесь не большой рундучок там для огнетушителя но ведь это кто-то можно положить же там на свое смотреть но принципе мне кажется для двух человек посидеть перекусить вот так вот мне кажется довольно таки нормальное место столик регулируется туда-сюда ну конечно не вверх комфорта то что спина у тебя прям это не развалишься но если плохая погода если прям вот совсем не выйти то нормально будет потому что в основном то мы отдыхаем на улице сидим там в удобных креслах наслаждаемся природой кухня маленькая но и сам нас автодом то небольшой друзья газовой плиты здесь нету она находится снаружи мы чуть позже с вами увидим но мойка мне кажется достаточного размера что-то порезать тоже место есть но как мы понимаем я продолжу эту тему что мы все-таки ездим на природу чаще всего и все это у нас происходит на улице но вот если что-то быстро подогреть да пожалуйста купили пирожки там еще что-то вчерашние поставили подогрели микроволновки и что еще важно есть два холодильника друзья они совершенно одинаковые я думал что один морозильник другой холодильник но это вот именно два холодильника но вам просто нужно запомнить дело что лежит чтобы вы лишний раз не выпускали холод отсюда если уж не помещаете здесь до с готовкой можно поставить что-то на дополнительную столешницу небольшая ниша для кухонных принадлежностей ну что-то должно сюда поместиться но я полагаю мы путешествуем с вами да скажем запасами я думаю какой-нибудь из ящиков верхних здесь можно выделить под легкую посуду там кастрюлю поставить сковородку какие там и не знаю принадлежности для кухонных до ваших экспериментов все можно вот выделить в отдельный ящик ну и тут небольшой такой не знаю хочется хочется назвать это гардероб друзья но вот наверное для футболки может быть и хватит но тут даже нет речки ну то есть вот такой шкаф да опять же может быть кухонное что-то поставить может быть какие-то вещи личные ну то есть вот присутствует небольшой ящик как такового большого гардероба здесь нету но можно придумать какие-то крючки дополнительные ну тут никуда не денешься придется как бы под себя что-то делать такая вас приглашаю в туалетную комнату я думал что будет намного все меньше но смотрите я зашел сюда тут еще кто-нибудь может зайти ну мало ли там что вот туалетик фрой кэм пожалуйста ну то есть я сажусь меня место здесь много вижу сюда приходит кстати воздух горячие от печки отопления то есть помыться воспользоваться туалетом мне кажется более чем достаточно места есть душевая штора то есть она закрывает именно дверь хотя вот по моему ощущению что здесь по моему покрытие одинаковые везде что на двери что на этой стенке то есть не знаю насколько она здесь актуально в принципе надо просто не лить воду на входную дверь стиральная машинка хайр довольно приличного объема умывали друзья большой в принципе можно умыться хватает здесь место я наверное даже даже если сильно постараюсь не ударить головой а подвесной шкаф он плоский вот есть душевая лейка она крепится здесь можно здесь все укрепить зачем смысла я в этом особо не вижу в общем два целых держателя видимо этот основной чтобы принимать душ далее окошко но здесь уже все вручную соответственно антимоскитная сетка и штора для тех кто любит курить наверное будет актуально что здесь еще есть и вытяжка то есть до вверх все вытягивается либо наоборот сюда затягивается свежий воздух в общем туалет кассетный фрой кэмп обслуживаются снаружи одна из самых современных моделей пользовались хорошо все и интересная штучка такая это на пружине лесочка на которую можно повесить какое-нибудь белье для сушки не знаю кто-нибудь ополоснули да на ночь повесили включили отопление она здесь высохла ну там из машинки опять же достали несколько вещей повесили чтобы на улице не сушить можно внутри сделать шкафчик для умывальных принадлежностей ну я бы попросил сюда конечно или бы сам сделал какие-нибудь полочки дополнительные ну то есть может быть шампуни поставить до мочалки там не знаю полотенце может быть какие-нибудь поместились бы ведь он высокий но вот не хватает какого-то разделения может быть для мелочей сами придумайте может быть какие-то лотки сюда подберете в магазине ну то есть можно здесь что-то еще себя любимого придумать какое-нибудь хранение специальным что предлагает максус в плане внутреннего оборудования для комфортного отдыха и путешествий здесь стоит кондиционер тоже называется максус он работает от 48 вольт друзья соответственно батарея тоже здесь 48 вольтовая она заряжается от солнечных панелей на крыше там две стоит большие мы сейчас покажем вам более того стоит усиленный генератор автомобиля который также дает хорошую зарядку ну и соответственно можно этот большой аккумулятор зарядить от автомобильной зарядки для этого есть специальный кабель соответственно от 48 вольт работает кондиционер и выдает действительно хорошую производительность мощности вам будет даже в очень жаркую погоду он будет вам как бы дарить комфорт далее мы с вами смотрим здесь центральную панель управления она лаконична и проста здесь нет этих сложностей до виде планшета и так далее будут включаем выключаем с вами свет можем посмотреть сколько это значит нас включение помпы для подачи воды и одновременно с этим показываются и ресурсы то есть сколько воды осталось допустим 60 процентов у нас еще остатка чистой воды общий объем бака 120 литров и на 99 процентов у нас заряжен аккумулятор то есть он сейчас у нас от солнца еще также получает заряд холодильник можем включить отсюда телевизор также отопление это режим ночного освещения ну и соответственно центральная кнопка включения 220 вольт ну и также справа вверху мы с вами видим кнопку включения инвертора который позволяет собственно здесь пользоваться всеми розетками опять же повторюсь до 48 вольт то есть соответственно мощный инвертор который позволит вам тут не знаю заряжать все что угодно ноутбуки там телефоны так далее все будет вас работать и очень интересная фишка я вообще честно удивился сколько камер установлена на этом автодоме часть из них используется именно для обзора 360 когда вы управляете автомобилем маневрируете на парковке а часть камера как бы отвечает за вашу безопасность то есть вы снаружи наблюдаете что у вас происходит и как бы ну чувствуете на какой-то безопасности все это записывается еще и на флешку на hard disk а многие спрашивают а как переходить из салона в кабину и обратно можно переходить но если очень сильно хочется вы здесь пролезете если на улице холодно но так скажем коммуникационный вырез да так его назовем можно общаться с крайнем случае переместиться из кабины в салон и туда ну то есть в принципе рабочая тема небольшой проход но мне кажется достаточно входная дверь с антимоскитной сеткой шторкой ведерко для мусора и для тапочек как часто китайцы используют интересная опция где же нам все-таки готовить снаружи нас с вами ждет вот такая плита то есть сюда вставляется баллон обычный цанговый да так называемый ну соответственно готовите без запахов в салоне да все у вас происходит на улице какие то наверно может быть от ветра должны быть такие штучки здесь стоять ну тема рабочая на китайских авто авто домах как раз мы это довольно таки часто видим сами не пользовались насколько это удобно и они в курсе честно говоря здесь также выход 220 вольт универсальный выход 12 вольт прикуриватель есть внешний душ отсюда включается и здесь мы видели еще есть специальный шланг с фильтром то есть вы можете воду закачивать провод отсюда снаружи то есть не обязательно подъезжать близко там так скажем и заправляться от колонки можете привести сюда канистру воды поставить туда фильтр с шлангом да и вода поступит вам в основной бак объемом 120 литров как я и говорил ранее туалетная кассета обслуживается вот через уже знакомый нам лючок все как у тэдфорда интересная фишка это багажные задние рундуки посмотрите ну довольно таки глубокие они то есть там есть и келажные петли можно привязать это все чтобы она да тут не болталась во время движения вот таких у нас рундука 3 посередине большой все на газлифтах пожалуйста мне кажется даже мебель какие-то стульчики сюда как раз должны будут поместиться а тут уже все остальное ну полезная мне кажется опция ее нужно обязательно заказывать прошу обратить внимание что есть фаркоп до тонны может тащить этот автомобиль за собой очень много скажем таких формованных деталей здесь в бампер встроенный так называемый парковочный радар парктроник как я вам говорил ранее внешний багажник доступ в него возможно так и же изнутри то что я говорил можно воду закачивать из канистры в систему складываем туда багаж заправка для чистой воды и соответственно быстрая зарядка для аккумулятора ну и автомобиль заправляется здесь дизель и мочевина так называемая от blue бак по моему 80 литров здесь ну что друзья по моему надо прокатиться немножко до почувствовать как он едет и парусит ли качает ли его в дороге вообще необычно друзья чувствовать себя как в легковой машине ты видишь на автодоме но все модно современно друзья полный привод важно что двигатель дизельный 220 лошадиных сил блокировка заднего дифференциала работает то есть это действительно проходимый автомобиль и как нам рассказывает пользователь этого автодома мы проехали они больше пяти тысяч километров там озеро иссыкуль там казахстан даже в высокогорье поднимались машина едет то есть вот вот этого дефицита мощности то что наблюдается у бензиновых аналогов до таких автомобилей вот тут этого нету действительно машина запасом мощности для преодоления какого-то легкого бездорожья для подъемов для так скажем буксировки прицепа с каким-нибудь там не знаю спортивным инвентарем в виде квадриков и так далее разумеется адаптивный круиз-контроль обогрев руля то есть все что связано так скажем с комфортом водителя здесь я вижу что все это практически в топе ну я уж не буду говорить про всякие зарядки usb type-c беспроводную зарядку климат и прочие прочие вещи которым вы все уже давно привыкли ну разумеется обзор 360 который здесь во всей красе представлен работает помогает вам маневрировать ну как бы с небольшим автодомом но все-таки для кого-то и 6 метров ну покажется для начала немножко таким некомфортным до в движении так наверное я уже могу выезжать вот так так ну что поехали друзья вторая а уже третья скорость 4 ну а по ощущениям как на обычном вот не знаю как на подобном я ездил это был какой-то прада наверное ну то есть ощущение приблизительно такие же ну да чувствуется немножко у тебя конечно есть какое-то качение такое легкое вот я посмотрел там же сзади у нас рессоры вот но какой-то вот такой валкости чтобы я прям чувствовал что ее там бросает нет такого нету поедем немножко поречь сейчас еще развернемся ну их соответственно радары показывают я вижу впереди машину он ее видит обозначает кстати датчик полосы есть встречка то есть видеть видит впереди идущие машины расход около 12 литров в смешанном режиме там с горами с переездами хотелось бы конечно менюшку на русский язык перевести но я думаю что это дело на скажем техники вот все все это возможно угол разворота такой вполне обычный как у джипа не больше не меньше надеюсь это не цепляют лавочка пусть а ничего не это не звучит не играет жилой модуль построен из сэндвич панели но мы с вами видим да уже опытным взглядом что много формованных деталей допустим вот весь ольков он зашит вот этими формованными пластиковыми элементами да то которые собственно обеспечивают и жесткость это непроницаемость эти уголки то есть ну как бы выглядит очень основательно все это сэндвич панель к сожалению нет образца но по моим ощущениям до около 25 миллиметров точно там есть скорее всего либо пулиуретан либо уже привычный нам что полистирол друзья и маркиза тент тоже максус удивительно да вы кто-нибудь видели маркизу хюмер там или адри а вот максус может себе позволить маркизу она правда не электрическая нужно будет доставать рукоятку она здесь спрятана у нас ну и соответственно все камеры 360 обзор тоже здесь мы с вами видим как вам автодом друзья нам очень понравился в принципе все сделано основательно и классно особенно приятно что это дизельный мощный автомобиль который проедет где нужно подробности о том как с ним катаются путешествуют у наших друзей максус travel телеграм-канал ждем ваши вопросы и комментарии до новых встреч пока